Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас снова обзор книги «Милые кости» от Элис Сиболт. Ну и, как всегда, с самого начала немножечко поговорим о биографии автора. Элис Сиболт – американская писательница. Она родилась в Америке, в штате Висконсин, в городе Мэдисон. И, что интересного и примечательного, еще даже ребенком она всегда мечтала стать писательницей. На сегодняшний день она известна как автор трех книг, хотя, в принципе, у нее уже такая карьерная жизнь большая, за плечами. Родилась она у нас в 1963 году, но вот знаменита именно своими тремя книгами. В частности, та, которая у нас сегодня, написана в 2002 году «Милые кости». И где-то примерно в 2004, наверное, я об этой книге и узнала. Она гремела, в принципе, так достаточно серьезно на весь мир и была определенное время бестселлером. Хотелось мне всегда ее очень прочесть, но вот только-только добрались руки до нее только этим летом. На самом деле, книга меня не сильно впечатлила, потому что не хватило мне глубины. Книга начинается с того, что девочка рассказывает о себе, там буквально первые строки. «Такого-то дня, такого-то года я умерла и понеслась душа на небо». Значит, девочка была убита жестоко. Я не буду описывать все эти ужасы бытия. И дальше повествуется о том, как эта девочка с небес или с какого-то особенного места в том мире, куда мы все однозначно попадем, наблюдает за тем, как ее семейство справляется с постигшим семью горем. Девочка у нас была старшей дочерью из всех троих детей, еще была одна девочка и маленький мальчик. Обычная американская семья, свой дом, тихая жизнь. Недавно переехали в Новый Штат, обустроились в школе. У девчонок такой возраст 14-15 лет, когда начинаются всякие разные любови, интерес к жизни, отношения и все такое. И вдруг, как гром среди неба, разразилась история ее убийства. И на самом деле, если бы я не знала, что эта книга автобиографична в некоторой степени, то, наверное, я бы даже больше поставила ей пальчик вниз, чем пальчик вверх, потому что действительно очень мало глубины. Завершая рассказ об авторе, мы скажем, что все книги ее автобиографичны, потому что наша героиня в подростковом возрасте сама подверглась изнасилованию. И это уже потом красной нистью пролегает сквозь все ее творчество. Практически все ее книги так или иначе касаются темы убийств, изнасилований и, в общем, жизни, опосля этого ужасного происшествия. Конечно же, есть уважение и понимание сложной ситуации, но если мы говорим о книге, можно было ожидать какой-то более вдумчивой сублимации, потому что действительно тема заявлена мощная. То есть насколько может семья справиться с таким горем, когда уходит старший ребенок. Как правило, он такой вот очень, ну, что я буду рассказывать, что мы думаем о первых детях, да? Но не хватило глубины, потому что автор как-то вот как бабочка порхает по листочкам, хватается за разные темы и скрывает ни одну из них более-менее полноценную. Там есть чуть-чуть мистики подружка, которая якобы увлекается спиритическими сеансами и слышит думши умерших. Там есть сестричка, которая хочет жить так, чтобы ее не преследовала тень ее старшей сестры. Мама наша кидается во все тяжкие и пытается искать новые любови с теми дяденьками, которыми не надо бы их искать, уходя от, собственно, папы. Папа у нее весь такой очень замечательный, хороший персонаж, который не смог смириться с потерей дочери, все время пытался найти того, кто ее убил, и всячески пытался ему отомстить, что, в общем-то, сам нарывался на непростые ситуации. Затем мама, изменив папе, решила уехать в другой штат. Очень тоже американская история. Оставив всех детей и папочки, она уезжает на заработки в Калифорнию. Ну и понятно, что это буквально так поверхностно звучит и в книге. Конечно же, можно было расписать и материнские чувства и мнения на эту тему более глубоко, и отцовские можно было взять более глубоко. Но вот все как-то очень порхая, как бабочка по листочкам. Не хватило мне серьезности, в который раз упоминаю этот факт. Заканчивается все каким-то абсолютно нелепым убиением убийцы, нашей героини. Могла бы уж и в книге отвести душу, что называется. Раз уж она сублимировала по полной, то чего-нибудь можно тоже было придумать интереснее в наказание своему обидчику и выместить все зло на нем. В общем, только из уважения к судьбе автору мы ставим этой книжечке баллов, наверное, 6 из 10. Но если бы автобиографический компонент был бы здесь исключен, как я и сказала, балл был бы намного меньше. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой книге. Наверное, это самый короткий обзор за всю историю моих книжных обзоров. Но если вы читали, что вы думаете об этой книге, хватило ли вам глубины, в общем, буду рада всяческие мнения на эту тему. Вот такие вот они, бестселлеры. Хорошего всем дня. Спасибо за внимание. Бай-бай. 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 Бай-бай.